Шаббат Хазон Иврейское счастье Это происходило очень часто Враги Израиля планируют Уже даже в эти Не праздничные дни Но в эти скорбные дни Нанести народу Божьему Еще больше урона Это они делали раньше И хотят повторить и сейчас Вы меня спросите Заслужил ли Божий народ такое Тогда Разрушение храма Одного, второго, те преследования Я бы сказал Да Заслуживают ли они сегодня Многие скажут Конечно Но чаще всего говорят об этом Только враги Враги Божьего народа Писание Оно четко говорит несколько вещей Которые очень важно понять Я могу сказать об Израиле Одну вещь Ему нужен Бог Как и всем остальным народам Всем остальным странам Тоже нужен Бог Как и Украине Россия Германия Америки Происходящие во всем мире И те То зло Которое процветает Да И То отвержение Божьих путей Да Относительно Римлян Первая глава Что Так как они не имели Бога в голове То Бог предал их Всякому распутству Сегодня это мы видим Очень часто И в разных странах Израилю нужно Раскаяние Как и всем остальным народам Но я знаю точно Что Израиль Бог Не наказывает А испытывает Показывает свою милость Своему народу На Израиле Который станет Уповать на него Без скорби Нету Кого взывать Без трудностей Нет преодоления В это время Принято брать Пост и молитву За народ И вообще Я предлагаю Для многих из вас Если вы никогда Не постились Брать Такие части Своей жизни На Как бы В Привычку Входить Или же брать пост В те дни Когда-то Делают все остальные Принято Устраивать Обычную трапезу За некоторое время До Минхета Молитва вечером Разделять ее Трапезу После Молитвы Да И Очень интересно Что Только хлебом Яйцо Которое Обмакают В пепел Скажите А зачем Некое Соприкосновение С храмом И желание Чтобы храм Был восстановлен Скорбим ли мы Конечно Мы скорбим Я хочу продолжить Также еще Несколько мыслей Которые говорил Сергей Ашададжасвили В прошлый шаббат Кто из вас Помнит эти мысли Между прочим Мы об этом Рассуждали И конечно же Я попросил его Чтобы он Больше рассказал В общине То Что у него на сердце И вот Конкретно Я начну С того Отрывка Который Начал С чего Начал Сергей Аввакума Вторая глава На стражу Мою Стал я И стоя На башне Наблюдал Что Чтобы узнать Что скажет Он во мне Что мне Отвечать По жалобе Моей И отвечал Мне Господь И сказал Запиши Видение Начертай То есть Начертать Выцарапать Так ясно На скрижалях Чтобы читающий Мог Прочитать Ибо Откровение Или видение Относится еще К определенному Времени И говорит О конце И не обманет Хотя бы И замедлило Жди его Ибо Непременно Сбудется Вот душа Надмена То есть Гордая Не успокоится А над Праведной Своей верой Жив будет Я специально Зачитала Вот Потому что Хочу немножко Рассуждать На эти моменты В нашей жизни Потому что Все Нами наблюдаемое Некий разговор Бога с нами То что мы видим То что мы наблюдаем То что происходит То что мы замечаем Потому что Бог хочет Говорить К нам И даже Смотрите Мы же Когда читаем Библию Буквы то мы видим Когда мы видим Буквы Мы Преобразовываем Их В разговор То есть Обращение К нам Я хочу Еще Так же Зачитать Из Танаха То есть Малых пророков Титувим Это То же самое Только Из еврейского Перевода На страже моей Стоять буду Не просто встал А на страже моей Стоять буду Утвердительная позиция Каждого человека Моя тоже Встану На башне И ждать Буду Чтобы увидеть Что он скажет мне И что Отвечу я На свидание мое Послание То есть Мои жалобы И отвечал мне Яков Сказал Напиши Видение На скрижалях Ясно Чтобы читающий Их Мог прочитать Быстро Нам нужно Быть Стоять Утвердительная Позиция И самое важное Прочитать Быстро Увидеть И прочитать Его быстро Ибо Есть еще Время До исполнения Видения Свидетельствует Оно О конце И не обманет Оно Если замедлит Жди Его Ибо Придет Непременно Не Опоздает Бог Никогда Не опаздывает Да Всегда говорят Начальство Не опаздывает Да Оно Задерживается Я думаю Что Бог Никогда Не опаздывает Своим Ответом Но при этом Он говорит Нужно Ждать Эту же Идею Нам Показывает И Новый Завет Брихадаша Послание Корифина Второе Послание Корифина Пятая Глава Говорит Седьмой Стих Живем Верой Ибо мы Живем Верой А не Тем Что Видим Принцип Веры заключается Знаете В чем Простой Ситуации Когда Бог Помещает Нас События Где Невозможно Становится Возможным То есть Должно Произойти Не естественным И логическим Результатом А то Что Сверхъестественным В этом То и Начинается Испытание Ваше И мое Испытание Украинскую Мову Цей же Параграф Рослав Вирш Звучит Так Бо Мы Живем Згідно С тем Що Веримо А не С тем Що Бачимо Вот Интересно Мы Живем Относительно Того Во Что Мы Верим Часто Меня Я вспоминаю Максим Максимова Да Который Любил Так Подстрекать Людей И Говорил Ты вообще Веришь В исцеление Я говорю Да А я В Бога Верю Ну Молодец Классно Как будто Мы тоже В Бога Не верим Но Сама Вещь Которая Здесь Говорится Мы Живем Относительно Того Что Мы Верим А не Относительно Того Что Мы Видим В Евангелии Матфея 16 глава Матичах Иешуа Начинает Говорить Своим Ученикам О своем Скором Страдании Он Знаете Как бывает Так Когда Приближается Какое-то Время И люди Знают События И начинают Об этом Говорить Да Если С людьми Ты Общаешься То Если У них Какой-то Суд Идет Или Приближается Суд То Начинается Больше Каждым днем Каждым Приближением Того дня Начинается Событие А что Будет Там А я Буду Говорить Вот это Начнется И начинается Разговор Иешуа Переживая Начинает Говорить Своим Ученикам Что ему Должно Быть Пострадать И это Правильно Но Интересно Что В своих Страданиях Он Говорит О том Что Ну Так Должно Быть Но Знаете Момент Такой Передем Ты Умрешь На кресте Он Понимает Что Нужно Будет Пройти Пытки Издевательства Нечеловеческие Боли И все Это Он Начинает Выливать Своим Ученикам Я Хочу Продолжить Это 16 Глава Матфея Я Несколько Взял Переводов Чтобы Немножко Поговорить Петр Отведя Его В сторону Знаете Видно Достало Петра Это Ситуация Он Слышит Раз Слышит Второй Раз Знаете Как Бывает Так Что Ты Начинаешь Всял Его В сторону И Говорит Так Спокойно Знаете То Боже Упаси Господин Мой Пусть Не Случится С тобой Такого Типа Что Ты Говоришь Нас Любили Говорить Типа Он Тебе На Язык Да Современным Таким Подходом Я бы Хотел бы Услышать Хотя бы Одно Евангелие На языке Привоза Было бы Прикольно Послушать Типа Но Ишуа Взглянул На Петра И Сказал Прочат Меня Сатана Ты Мне Помеха Не О Божьем Ты Помышляешь О Человеческом Второй Перевод Петр Отвел Его В сторону Стал Ему Стал Стал На Него На На Ежать Типа Прелюдям Ты Не Говори Прекословить Слово Прекословить Перестань То есть Такого Не Будет И Когда Говорит Господин Слово Да Там Используется Типа Господи Да Не Будет Господи Слово Господи На Иврите Это Адон Адони Это Не Говорится К нему Как К Богу Если Петр Знал Что Он Обращается К Богу То Попонял Что Все Будет Хорошо Что Все Будет Хорошо Но Здесь Он Начинает Говорить Если Так Прямо На русском Языке Говорит Мужик Типа Что С тобой Не Дай Бог Не Должно С тобой Ничего Подобного Случиться От Чем Ты Говоришь Не Дай Бог Такого Подобного Не Должно Случиться Потому Что У Нас Другие Планы У Нас Другие Планы Если Вы Вспомните Два Ученика Которые Шли По Дороге В Маус А Мы Думали А Мы Думали У нас Другие Были Планы Но Тогда Ишуа Повернулся К Петру И Сказал Ему Уйди Прочь Сатана Так Знаешь Сгинь Нечистый Ты Только Препятствуешь Мне Ибо Думаешь Не о Божьем А Человеческом Фактически Ишуа Упрекает Симона За Простое Человеческое Мышление И Тут Как бы Нормально По-человечески То, что происходило Ответка Она нормально Логика Срабатывает И ты думаешь Не дай бог Это должно случиться Ну вот Как мы будем Без тебя Три года Мы ходили Мы пообещали Мы там Ты снабжал Все происходило Не дай бог Такое должно С тобой Случиться Что мы будем Делать дальше Без тебя Но Ишуа Упрекает Его Замышление Такое Всегда Опасность В том Чтобы Логика Брала Вверх Над тем Что Бог Показывает На будущее На Божий План спасения В данный момент Ишуа Использует Очень жесткое И возможно Очень оскорбительное Слово Слово Сатана Мы-то По-русски Обращаемся Нормально Но Вот здесь На еврите Он говорит Ты гад То есть Вместе Ввиду Слово Враг Ты не то Думаешь Что Божье Знаете Вот Типа Без тебя Попутал Что тебе За язык Дергает Он четко Говорит Одну простую Вещь Ты должен Не соглашаться С логикой Человеческих Мыслей Конечно Можно было Сказать Петр Послушай Ты же Знаешь Кто я Такой Имей Веру Что все В конце Концов Будет Нормально Можно было Просто Сказать Это Но На самом Деле Ишуа Не смиряется С простыми Человеческими Обыденными Решениями Он не Соглашается С тем Что У нас С вами Может быть Обыкновенная Жизнь Которая Подчиняется Подчиняется Логическому Мышлению Жизни Может так Сложиться Что Нам Необходимо Увидеть За пределы Логики Которая у нас Существует По-человечески Нелогично Нелогично Вкладывать Какие-то Вещи Сегодняшнюю Экономику Нелогично Делать Одно Второе Третье А Бог Хочет Чтобы мы Увидели Дальше За пределы Своей Логики Потому что Это Называется Верой Поэтому Авакум Дальше Пишет Жди Оно Обязательно Сбудется Видение То есть Другие Увидь то Чего Я тебе Покажу За пределы Того Что Должно Произойти И Жди Это Обязательно Сбудется Потому что Праведный Он Верой Жив Будет Не Я бы Скажу Не ведитесь На простые Разводы Ваших Мыслей Логики На Обстоятельства Логика Она Всего лишь Помогает Нам Рационально Расставить Ситуацию Реагировать Так Чтобы Не считали Нас Сумасшедшими Послушайте Другими словами Ведите себя Логично Чтобы Не считали Нас Сумасшедшими Людьми Но Логика Она Сковывает Человека И сковывает Наше Чувство Веры Переживания В Боге Что Есть Сверхъестественное Больше Того Общината Который Я вижу Знаете У Татьяны Всегда Мечтать Получается Лучше Чем У меня Мечтать Всегда Лучше Чем У меня Она Когда Мы Едем Она Говорит Посмотри Я говорю И что Ну представь себе Что Бог Может сделать С этим Или с другими Техи Вещами У меня Включается Рациональное Мышление Сколько Это будет Стоить Как Это будет Выглядеть И тогда Она Мне Говорит Ты можешь Просто Помечтать Помечтать Что Господь Может сделать Больше Чем Чем Просто Рациональное Выражение Как Должно Все Быть Я скажу Я благодарен Я благодарен Что Иногда Вытаскивать Меня Из Рационального Мышления Мечтать И верить Верой Именно Двигаться Вперед Мечтание Это Очень Интересно Все Путешествие В мечтах И Мечтать Что Не запретишь Мечтать Всегда Бесплатно Вы знаете Что Мечты Это не Бесплатно Ты можешь Смотреть Оно Тебе Ничего Не стоит Ты можешь Мечтать Радоваться Оно Тебе Ничего Не стоит И сегодня Я верю Что Бог Хочет Многих Из нас Поднять На Башню Вынести Нас Знаете Вот На то На место Чтобы Мы Посмотрели Окружающих Нас Обстоятельства И начать Смотреть С высоты Мечты Того Призвания Которое Бог Имеет Для вас Невозможное Становится Возможным Один из Примеров Которых Хочу Сегодня Привести Еще Это Буквально В пятницу Мы Нас Пригласили На Открытие Салона Наша Сестра Открыла Салон Во время Разговора Она Пригласилась Чтобы Мы Помолились Там Не было Много Людей Это Знаете Еще В таком Месте На Седьмом Небе Я думаю Салон На Седьмом Небе Хорошее Название Но При Этом Мы Когда Общались Марина Сказала Одну Мне Простую Вещь Такую Знаете Она Говорит Рэбе Когда-то Давно Я Сидела За Маленьким Столиком Делал Маникюр И Пришла Вот Идея Дерзновения На своей комнате Однокомнатная Квартира Даже Съемная Была Тогда И Она Говорит Мысль Классно Иметь Салон Как бы Мысль Пришла А потом Вторая Говорит В это Время Не Нелогично Не Не Подходит В это Время Иметь Как бы Трудное Время Салон Вы Знаете И В один Момент Ее Прекрасный Муж Говорит Какая Твоя Мечта И Она Говорит Мечта Но Она Нелогична И Невозможно Ее Как бы Исполнить Потому что Это Нужно И финансы И все Остальное Он Говорит Что Я хочу Чтобы У меня Был Салон Он Говорит О чем Проблема Вы Знаете Они Свою Квартиру Двухкомнатную Муж Дал Денег И Переделали На салон И Когда Она Все Это Показывала Рассказывала Мы Молились Она Говорит А теперь У меня Еще Вторая Ситуация Я вспомнил Когда мы Начали Открывать Салон Я вспомнила Я пообещала Богу Тогда Я буду Проповедовать Евангелие Будет Слушать Слово Божие И на Моей Стене Будет Десять Заповедей Послушайте Мы Должны Смотреть За Пределы Логи Которые Мы Живем Сегодня Это Очень Серьезно Потому что Если я буду Говорить А люди Которые Не казнили Бы Господа От которого Исходит Слава Однако Как сказано В еврейских Писаниях Не видел Глаз Не слышал Ухо Не приходил У нас Все Все То Что Приготовил Бог Любящим Его А Дальше А нам же Однако Бог Все Открыл Каким Образом Посредством Духа Поскольку Дух Постигает Все Даже Сокровенные Глубины Божьи Поэтому Мы И имеем Эту Привилегию Привилегии Видеть Не просто Что У нас Происходит А Видеть Духом Поэтому Бог И обращается К Аввакуму Именно С Духовной Стороны Напиши То Что Видишь Он Начал Говорить На Его Жалобу И он Говорит Оно Это Видение Исполнится Давайте Посмотрим Еще Берашид Берашид Это Бытие Все Как Начиналось Я Буду Некоторые Места Писания Зачитывать Чтобы Вы Поняли О чем Я Хочу Сказать Вначале Сотворил Бог Небо И Землю Это Вначале Земля Жи Была Безвидна И Пуста Тьма Над Бездной Дух Божий Носился Над Водою Все Это Прекрасно Понимают Да И Сказал Бог Да Будет Свет И Стал Свет Увидел Бог Свет Что Он Хорош И Отделил Бог Свет От Тьмы И Узнал Бог И Назвал Ночью И Был Вечер И Было Утро День Первый Запомнили Нет Точно Окей На второй День Бог Отделил Воды На третий День Он Сказал Чтобы Земля Произрастала Всякую Зелень Всякое Дерево Это Был Третий День Я Зачитываю Следующее Внимательно И Сказал Бог Да Будет Светило В Твердыне Небесной Для Отделения Дня И Ночи Интересно Я тоже Так же Подумал Не Понял Моя Логика Мне Говорит День И Ночь Должны Сопровождаться Солнцем Или Луной Это Должно Должно Быть Первый День Поэтому Я спросил Вы Запомнили Первый День Каким Образом Светило Каким Образом Логика Говорит Если Есть Солнце И Луна Будет Свет Будет День И Ночь Вот В этом Как бы Наша Проблема С С Богом Логикой Невозможно Общаться Он Делает И На этом Примере Уже Показывает Нам Что Ваши Пути Не Мои Пути И Ваши Мысли Не Мои Мысли Ваша Логика Не Моя Логика Я Делаю Все Так Как Я Делаю И Показываю Вам Что Я Хочу Чтобы Вы Меняли Своё Мышление Логическое На сверхъестественное На веру Вера Которая Побеждает Мы Логичны С вами По себе Но У Бога Нету Той Логики Человека Которой Он Оперирует Мы Не Можем Сказать Ему Что Ты Делаешь Мы Не Можем Даже Ему Посоветовать Что Должно Произойти Нет Никого Чтобы Мог Давать Ему Советы И Сказать Об Этом Мы Не Можем Сказать Знаете А Можно Чтобы Ты Вот Это Изменил И Будет Лучше И Он Скажет Точно Логика Классная Давай По твоей Логике Это Крутая Мысль Абсолютно Он Не Действует Так Возможно У Каждого Из Нас Собственное Представление Жизни Собственное Препятствие Собственное Трудности Они Отличаются От проблем Мои От Алана Мои От Василия И Других Наши Проблемы Они Несопоставимы Друг С Другом Наши Ситуации Которые Мы Переживаем На фронте В Экономике Возможно Мы Сталкиваемся С Несправедливостью Которая Знаете Вот Зашкваривает Наше Воображение Нам Кажется Это Нелогично То Что Происходит То Что Ситатские Уже Наяву Они Нелогичны Мы Рассуждаем Логически Но Бог Действует Сверхъестественным У Бога Возможно Для каждого Из нас Есть Нелогический Ответ Я знаю Точно В это Время Для Израиля У Бога Есть Нелогический Ответ Потому что Логика Говорит Надо 9 ава Нужно Сделать Одно Второе Третье Чтобы На всякий Случай Миновало А Бог Говорит У меня Есть Другой Ответ Для тебя Израиль Возможно Для Украины Сегодня Тоже Нелогические Ответы Которые Происходящие Для нас Даже Сама Суть ООН Осудила Действия Курской Области Осудила Потому что Для них Это что? Нелогически Что вы Делаете? У вас Наступление На Донбассе Там идет Шаг за шагом Идет Такие Потери А это Нелогически Откуда Вы Знаете Что Логически Что Нелогически Ситуации Которые Мы Должны Видеть Они Должны Дальше Смотреться Надежда Которая У нас Должна Быть Дальше Только Мы Становимся Знаете Теми Кто Продвигает Сверхъестественную Идею Бога Для Человека Обращение В канун Диата Ава Каждому Еврею Когда Еврейский Народ Судышем Вспоминает Что С ними Происходило Я Хочу С ужасом Понимать Что Мой Бог Справедлив Слово Ужас Это Не обязательно Это Страх Потому что Писание Говорит Что Бог Есть Асам Это Огонь Поедающий Я Хочу Стоять В Боге Который Огонь Поедающий И При этом Поклоняться Ему Потому что Он Тот Кто Действует Внутри Каждого Из нас Сверхъестественный Который Сверхъестественно Изменяет События Который Действует Вне Нашей Логики От страха Освобождает Я могу сказать Что Я не Бог Чтобы вам Сказать Утешение Но я знаю Точно Что иногда Происходят Шокирующие Вещи Перед тем Как вы Скажете Произошло Чудо Когда нам Кажется Нам необходимо Одно Второе Третье Что произошло Вот Это Событие Происходит Иногда И чаще Всего Хуже Для того Одной Причине Чтобы мы Сказали Что это Только Бог Может Сделать И по Настоящему Это Божье Было Чудо В этой Общине Мы Видели Людей Исцеленных От Рака Мы В этой Общине Видели Людей Которые Были Освобождены От Гепатита В этой Общине Мы Переживали Воскресение Из Мертвых На Служение И Конечно же В этой Общине Мы Переживали Трагедии Которая До сих Пор Нам Остается Больно И Неприятно Мы Все Наверное Мечтатели Мы Мечтаем О победе Сокрушение Врага Каким Бы Они Ни Были И Где Бы Они Ни Были Те Кто Можем Вокруг Израиля Или Вокруг Нас И Все Происходящее Сегодня Нас Подвергает Немножко В Разговорный Жанр Мы Обсуждаем Мы Рассуждаем Что Лучше Что Хуже Вместо Того Чтобы Надеяться На Того Кто Совершит А может Сегодня Вы Вообще Не Мечтатели Не Мечтатели Победы Не Украина Не Израиля Не С кем Другой Вы Просто Работаете Для Того Чтобы Прокормить Себя Вы Ищите Выходы Из Положений Возможно У В Ищут Я хочу Вам Сказать Смотрите Дальше Смотрите Не Обстоятель Которые Нас Делают Унылыми А Надежду Которую Положил Вишуа Господь Почему Потому Что С людьми Это Невозможно Матфея 19 глава. Но с Богом все возможно. Мы можем надеяться на докторов, на князей, на армию, на танки, самолеты, но победа все-таки от Господа. Его духом, говорит Господь, только напывающий на Него сможет увидеть победу в своей жизни, какая бы она ни была, то ли это на поле боя, защиты, или даже личной, частной жизни. Что мы видим, стоя на возвышенности? Куда вас Бог поднял, чтобы увидеть то, что происходит вокруг вас? Видим ли мы, что Бог говорит? Видим ли, что Бог говорит? Вы скажете, подождите, мы должны слышать. Нет, мы видим ли, когда наш разум твердит нам одно и то же? Нелогично. Нету, нету логики. Как это может быть? Вера – это не логика. Вера – это сверхъестественное действие Бога в нелогическом разрезе нашего мышления. Стали ли мы ставить лимит нашего упования на Бога? Чаще всего мы это делаем, потому что мы не справляемся с нашими эмоциями. Стали ли мы верить логике, хотя она нам часто, как бы, нас подводит? Стали ли мы доверять нерезонным разговорам, как Петр? Перестаньте слушать людей, которые много раз советуют нам. Мы должны видеть дальше. Возложим наше упование на того, кто сотворил все, и видимое, и невидимое. Разделил море для перехода. Где логика? Как разделить море? А? Не знаешь. Как воду с камня добыть? Из камня воду. Моисею говорит Бог, удари все. Я думаю, мощно стоял просто так. Камень, вода. Под лежачий камень вода не течет. А развитый камень точно не потечет. Где логика? Да? Сверхъестественная. Остановил солнце для одержания победы над врагом. Остановить солнце, чтобы была победа. Можно было просто победить. Чихнул бы один раз Иисус Навин бы, заразил бы их ковидом 19. И умерли бы прямо на месте. Нет. Ему нужно было солнце остановить. Богу. Где логика? Нелогично. Открыл слепому глаза Ишева. То, что говорил Сережа, да? Открыл глаза. Где логика? Знаете, что интересно? Нужно было пускать, откроются глаза. Зачем нужно было плевать, делать грязь, и потом... Красавчик! Иди умойся! И ты думаешь, как? Можно было просто сказать. Воду вино превратил. История-то интересная, правда? Налейте воды. Все такие... А теперь несите. Минеральная вода. Боржоми. Может, после... Хорошо выпили, надо прочитать желудок. А люди выпили, говорят... Ах! Где же вы были? Сначала плохое дают, да? Чтобы напились. Или наоборот, хорошее, а потом плохое. А что же вы так делаете? Где логика? Сверхъестественная. А самое интересное, воскресил мертвого. Так оставил бы его уже лежать. Смердить уже 3-4 дня, да? Оставил бы лежать. Это только некоторые вещи, которые происходят вообще, как бы, на ситуацию. А вот само рождение Ишуа Мессии. Где логика? Однажды я общаюсь с председателем нашей реформаторской синагоги. Мы общались, потому что у нас и дети в одну школу ходили и знали, через что мы проходим. У них ситуация. И во время разговора он говорит, ну ты же нормальный. Ты же, конечно же, не веришь, что от девственницы родился этот. Он говорил, этот. То есть, как бы, нужен мужик, чтобы что-то еще родился. Нужно двое противоположного пола, чтобы что-то родилось. Я ему говорю, подожди, ты веришь, что Бог создал весь мир своим словом? Он говорит, еще как сказать? А мы это все... Еще никто не знает. Понимаете, да? Но если мы верим, что он своим словом сотворил весь мир, то что ему сложно было сказать слово и родиться в Машеях, и слово станет плотью. Но интересно, когда Мириум услышала от ангела то, что он сказал, что она избранная для того, чтобы родился в Машеях, знаете, что произошло? Сработала логика. Как это будет? Я же не знаю никого. То есть у меня никого не было. Ситуация, подожди, секундочку, нелогична. Логика здесь никакого не вкатывает. И знаете, что интересно, что ангел не стал ей объяснять сильно много, не сказал, слушай, где твоя вера вообще-то? Где вообще твоя вера? Он не отвернулся и пошел слушать. Не хочешь? Пойду к другой. Предложу сверхъестественное. Он говорит, ты избранная. И каждый из нас, мы избраны Богом для нашего предназначения в нашей жизни. И все, что ангел делает, говорит, я тебе скажу одну простую вещь. Это ты правда не сможешь это делать сама. Ты по-человечески родить, изучать как бы без никого невозможно. Но придет на тебя Дух Святой. То есть, сила Божья и невозможное станет возможным. Логическое станет сверхъестественным. То есть, нелогическое. То твоя логика здесь ни при чем. Ты логически рассуждаешь и он не упрекает, но наоборот, помогает. Посмотрите, Лука 1 глава. Миримыш сказала ангелу, как будет это, когда я мужа не знаю? А папа кто? Другими словами, ангел сказал ей, Дух Святой найдет на тебя и сила Всевышнего осенит тебя. Посему рождаемое Святое наречется Сыном Божиим. И она знает, что это сверхъестественно. Если Бог сотворил мир за шесть дней, то здесь слово, которое Он говорит в утешении, дает перспективу будущего. Логически его не просмотришь. Чудо нашими руками невозможно сделать. Оно всегда должно быть сверхъестественным. Но когда Бог вмешивается в невозможное, становится возможным. Сегодня у нас прошло водное погружение. Естественное становится неестественным. Логическое нелогическое. Что я имею в виду? Люди, когда пошли в водное погружение, погружались, оставляя грехи свои там, выходя на берег, они становились другими. Называется сыновья и дочери. Вопрос, что произошло? Поменялись походки, прическа сразу стала другая. Ну, кто-то, может, потерял пару волос от ужаса, чтобы уже все, грешить не могу. У нас были такие люди, приходили в общину долгое время, когда ты предлагаешь ему водное погружение, он говорит, я еще не готова. Чего? У меня хвосты. Я говорю, какие? Хвосты. Еще не решаются люди оставить грешную жизнь и пообещать больше такого не делать. Это не означает, что мы не будем падать или ситуации, которые у нас противные такие бывают. Это означает, что у нас есть упование на того, кто может нам помочь в этих ситуациях. Мое обращение сегодня к каждому человеку, к каждому, кто сегодня здесь, кто смотрит нас в прямом эфире. Посмотрите за пределы логики и страха. Посмотрите на крест Голгоф и где нелогично умирает Иешуа. Логики в этом нет. Для того, чтобы представить каждого из нас Богу, примирить нас с Ним. Израиль, уповай на Бога Твоего. Не на людей, не на князей, на перемены, не на щиты. Уповай на Бога. И тогда Твоя победа будет только в Нем. Сегодня время смотреть за пределами состояния, которое находится наша Украина. Стойте в вере, украинцы. Украина, стой в вере, в которую ты была крещена. Сколько сейчас праздновали или праздновать будут? 1100, нет, 1120, 135, да? 135. 1000, 1035 лет крещения. Стой в крещении, которое ты получила. Если враг давит валом народ стой в вере. Бог, давший нам пределы, видя наши страдания и потери, сделает больше, чем мы можем логически себе представить. Намного больше. Обращаясь с тем, кто сегодня потерял надежду. В прямом эфире сегодня день спасения. Сегодня Бог ближе к нам, чем Он был вчера. испытывайте Его, как Он благ. Положите на Него все свои надежды. Он тот, кто исправит ваш путь и изменит его навсегда. Призовите имя Господне, ибо только Божий Дух может менять все обстоятельства нашей жизни. То ли это болезнь, то ли это крик души, вопль одиночество, может быть, финансовые какие-то проблемы. И враг обязательно отступит от твоего дома. Я бы сегодня хотел бы, чтобы мы подступили к хлебопреломлению с одной простой вещью. Посмотреть за пределы естественного. У вас в руках естественно будет хлеб и вино, плод виноградной лозы. Естественно, то, что у нас есть. Логика говорит, это маца и это плод виноградной лозы. Но Иешуа говорит следующее. Это, это моя кровь за вас проливаемая. И это мое тело, которое терзаемо было за вас. Как это? Я не знаю, но Бог сегодня призывает нас с вами зайти, посмотреть на ваши претензии, на ваши обиды, на ваши скорби дать ответ. Встань, посмотри, что тебя окружает. И твоя логика говорит, капец. Нет ничего, что может мне помочь. А Бог говорит, вера есть, ожидание. Помните, мы говорили, Аввакуум говорит, ожидая, обязательно оно исполнится. Вера есть, ожидание. взойди на Сион, друг мой, ожидай, что Он скажет сегодня тебе. Ожидай. Видя обстоятельства, возможно, боль, которая у тебя от болезней, возможно, смотришь на карточку пациента и думаешь, как так еще можно жить? Возможно. Возможно, приговор вам выписан еще 10 лет назад был, а вы живете. Вы живете, потому что Он так сказал о вас. Возможно, в моей жизни я должен смотреть дальше, видеть дальше, это не говорится, что мы не будем проходить ситуации, которые бесповоротные. Говорится о той надежде, которая нас должна вдохновлять. У вас в руках будет хлеб и плод виноградной лозы. Каким образом Он становится заветными вещами, то есть кровью и телом, я не знаю, я не хочу разбираться в этом. Но каким-то образом, когда мы отделяем несвятое для святого действия, оно становится святым. Отделяем бритв, отделить. Каким образом священники выбирали овцу, который понесет проклятие, грех Израиля, то есть в жертву принесут. Все десять, пятнадцать, самые красивые, все четко, какое из них выбрать? Какой? Скажите, беспятная порока. Они все беспятная порока. Он выбрал и становится жертвой. Пальцем показал. Каким образом эта маца станет частью тела Мессии? Просто мы его отделили, преломили. Отделите свою жизнь. Вот возьмите, преломите ее. Отделите ее до сверхъестественного. Логика говорит, что это невозможно. А наш Бог говорит, это возможно. Со мной это возможно. С людьми, которые тебя учат, с которыми ты идешь, это невозможно. А с ним возможно. Если вам нужно исцеление сегодня, это возможно. Если вам нужен прорыв духовный, это возможно. Возможно, у вас есть эта мечта, которая еще не сбылась, она возможна. Встань на место возвышенного, посмотри и услышь, что тебе Бог скажет. Посмотри, что у тебя в руке мальчишки, которые привели к мальчишки, что в руках две рыбы и пять хлебов. Он говорит, нет, нет, это обед для пяти тысяч человек. Видите, в чем логика? Мы видим только две рыбки, а он видит накормленный народ. Это наше. Это наше, то, что Ишу оставляет для каждого из нас. Верьте в Него. Верьте в то, что Он пообещал.